Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Тимошенко Наталья, и я тут читаю 10-й том сказки про дедушку Ау. Том 10, глава 7. Продолжение. Посадив цветы из туалетуса в горшок, Ому сидела на веранде и смотрела, как колышется деревья. Первые листики уже показались из набухших почек. В саду веряло весной. Теплый ветер, как бы играя, летал возле деревьев. Платформа сложилась самостоятельно и воссияла, как солнышко на крыше дома Ау. Ау шел, улыбаясь к Омус, и нес какую-то коробочку. Рядом, брыв-прыжку, бежал розовый дракон с бантиком на голове. Познакомься, милый Омус, это Акоша. Привет, Акоша. Привет, Омус. Я тут недавно, со вчера. Ха-ха, я тут тоже недавно, сегодня. И Акоша забралась к Омус на колени, и тепло ее гнила. Омус сразу расслабилась и заулыбалась. Акоша, ты приносишь хорошее настроение? Да, для этого меня и создали друзья дедушки Ау и драконы. У меня три сестры. Акоша щедрая дракоша. Ау протянул коробочку Омус. Омус вопросительно глянула на У, что здесь? Открой. Омус открыла и увидела еще одну коробочку, а потом еще одну, а потом еще таких коробочек появилось тринадцать штук. Ха-ха-ха, рассмеялась Омус. И в четырнадцатой коробочке оказался сундучок. Рассыкрыл сундучок, она увидела тусклую коробочку на светлом шнуре и сразу поняла, что это тот самый, тот самый предмет, который дарит одно волшебное существо в день соединения души другому волшебному существу. Ау очень аккуратно достал Ау Амулет Счастья и согласие Омус повесил ей на шею. Амулет Счастья преобразился. Он засиял всеми цветами радуги и сразу же в воздухе материализовался второй, такой же точно самый Амулет. Теперь Омус повесила на шею Ау Амулет Счастья. Долго и счастливо, сказали они вместе. А Коша захлопала в ладоши. Ура, ура, ура! Ну вот, теперь только долго и счастье во вместе. Ау и Омус обнялись, и ветер обнял их, зашептал ласковые слова. Так обнявшись, они сидели до поздней ночи, пока не показались первые звезды. Идем в дом. Идем. В доме библиотеки придумали легкий ужин. И, конечно же, сиреневое печенье с чаем. Хм, улыбнулась Омус. Никогда не думала, что так будет. Это хорошо. Незапланированные события лучше сбываются. Это точно. Я сплю наверху. А как ты хочешь, моя супруга? Я принимаю твое решение, Ау. Можно и наверху. Я ведь была только у тебя в саду, помнишь? Да, после твоего визита там образовалась зеленая полянка. Я с ней дружу. Ау, ты молодец. Ты со всеми дружишь. Это да. Мне просто все нравятся. Омус тогда, наверное, я покажу. Давай, наверное, я тебе покажу наш дом. Ой, давай дом завтра. Сегодня такой славный день. Идем просто спать. Идем, моя дорогая Омус. Просто спать. Хорошего настроения, прекрасного дня. До свидания.